Приветствую вас дорогие друзья и гости моего канала Цветочный сад у Аленушки. Поздравляю вас с праздником, светлым Христовым воскресеньем, Божьей благодати, всех благ. И в сегодняшний день хочу показать вам, что зацвело у меня сегодня, потому что когда я утро проснулась, вышла на участок и увидела прекраснейшие, красивые ботанические тюльпаны. Оно у меня много, но зацвели два сорта, поэтому хочу поделиться с вами этой красотой. Полюбуйтесь, так как и я. И конечно некоторые цветочки, которые цветут на данный момент. Недавно я вам показывала обзор цветения своих крокусов, это было что-то сказочное. Излишки луковиц конечно буду продавать, альбомы будут на май-июнь, поэтому заходите ко мне друзья в Одноклассники, добавляйтесь пока. Ну а вам приятного просмотра. И конечно же, если понравится видео, не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Выращиваю я ботанические тюльпаны третий год. И на первый год, когда мы сажаем осенью, конечно они зацветут, они зацветают только весной. То есть это те луковичные, которые мы сажаем осенью. Начну вот с такого сорта, как полихрома, великолепный. Посмотрите, какой сорт, низкорослый, до 20 сантиметров. Цветки маленькие, внешне очень привлекательные, с заостренными лепестками. Бутончики белого цвета со слепительно-желтой серединкой в виде звездочки. Этот сорт у меня был одним из первых. Я думаю, что в ранней весной вот такой ярко-белый цвет с желтой серединкой украсит любой сад. А в посадке, как бордюрный, этот вид растения, как ботанический тюльпан низкорослый, находка для вот такой посадки бордюрной. Следующий сорт ботанического тюльпана, с которым хочу познакомить вас, называется персиан перпл. Вот такой многолетник с компактными размерами. Высота в растении не превышает 15 сантиметров. Цветение может появляться как в апреле, так и в мае. Цветки очень оригинальны своей окраски. Внешняя сторона лепестков окрашена в пурпурный цвет. При этом заметно присутствуют белые прожилки. Внутри лепестки представлены в фиолетово-лиловом цвете. В центре цветка, словно звезда, горит ярко-желтая серединка. Листья такого тюльпана пробиваются уже в феврале. Листва зеленые и узкие, но присутствуют красные штрихи по краям листовых пластин. Сорт хорошо растет на солнечном участке, также и в полутени. Требуется плодородный рыхлый грунт. Осенняя посадка была показана уже на моем канале. Все сорта буду обязательно показывать, поэтому подписывайтесь, друзья, на канал. Перед вами многолетнее растение. Фиалка душистая садовая. Жительница уже как четвертый год на моем участке. Раннее цветение. Она жительница лесных полян, лугов. Она уже давно и прочно обосновалась в домашних садах, на клумбах. Она является одним из первых ранних первоцветов. Отцветают уже почти все крокусы. Такое было в этом году пышное и обильное цветение. Два видео снимала вам по обзору этих растений и показывала вам, какие сорта, названия сортов, чтобы можно было заказать и кому-то может быть будет полезно. Вот такая красота еще в некоторых пестах цветет. Отцветает уже пушкиния. Она у меня белого цвета. И сейчас пик цветений приходится на хенадоксу. У меня она разных оттенках. Вот такая и фиолетовая, и белая. Зацветает она примерно в срок, как и крокусы, и украшает участок во многих местах у меня. Вот такая есть у меня голубая с белой серединкой, как звездочки. Тоже сажаю ее осенью луковичными, мелкие луковицы. И вот так она цветет весной. Но сажаю не по одной луковице, а сразу по несколькам. 5, 8, 10. Если посадить в одну лунку, то это будет смотреться, как полянка весной. Есть у меня насыщенная розовая. Она уже почти отсвела. А есть вот такая бледно-розовая. Она вот только сейчас в таком пышном цветении. Посмотрите, какая красота. Тоже вот такие мелколуковичные и низкие растения. Они очень хороши в бордюрной посадке. Ну что, друзья, ждем пышного цветения абриеты. Она только-только начинает зацветать вот такими фиолетовыми цветочками. Есть у меня разные цвета. Но посмотрим, как в этом году она будет цвести. Хотя каждый год великолепно зимует в открытом грунте, без укрытия в нашем регионе Курская область. Не раз вам снимала и показывала видео по этому растению. Великолепно можно вырастить ее как посевом в открытый грунт, так же и в рассадном виде. На смену цветения крокусом хенодокса приходит время цветения примулы. У меня сортов несколько. В этом году часть сортов я рассадила, чтобы цветок пышно цвел и не мельчал. Поэтому раз в 3-5 лет рекомендую рассаживать. Но это ранняя у меня примула. Она самая первая, расцветает из всех других сортов. Готовится к пышному цветению почвопокровник арабис. Он у меня находится в приствольном кругу дерева. Здесь у меня посажена абрикосина. Конечно, когда цветет вот такая белая пышная поляна, это смотрится очень, друзья, ярко и красиво. Ярко-желтые нарциссы. Эти нарциссы мне когда-то поделилась со мной моя учительница, первая Валентина Ивановна. И каждый год они самые первые, самые ранние зацветают на моем участке. Вот такая ярко-желтая красота сейчас распустилась в середине апреля в нашем регионе Курская область. Также зацветает ранний вот такой сорт. Посмотрю в своих записях, и тогда напишу вам на экране, как называется вот такой сорт нарцисса. Тоже он рано зацветает и красивый. Посмотрите, какая интересная серединка. Привела в порядок я свои туи с улицы, с уличной стороны, потому что здесь у нас как раз идет стек с крыши, и в прошлом году осенью я не успела укрыть, и у меня поломало несколько растений. Вот это немножко в этом году подгорело, делала обрезку, но вроде бы сейчас начинает оживать, приходить в порядок. Барбарис начинает пускать свои тоже цветочки. Вчера серединку сухую вырезала, а такой кустик хорошо разрезся за три года. На этом участке у меня барбариса, хоста. Хост пока не видно. Вот здесь накрыта у меня крупнолистная гортензия. Я уже ее раскрыла и просто вот так укрываю вот таким укрытием. Здесь дырочки небольшие в этой емкости. Травка уже у нас лезет. Надо будет хорошо ее выдернуть. Здесь тоже крупнолистная гортензия. Посмотрите, почки проснулись. Но я пока держу под укрытием, потому что похолодало. Ночью 0,1-2 градуса, поэтому, конечно же, укрываю. Вот этот участок у меня весь пока что в зелени. Ждем цветения тюльпуанов, пышного цветения нарциссов, примулы. И тогда засияет разными красками вот такой уголок одним из самых первых, которые я разрабатывала. По ограждению у меня здесь клематисы и розы также есть. Но по мере цветения буду все вам показывать. Вдоль дорожки идет флокс растопыренный. Также некоторые почвопокровники есть на дальнем плане. Но будем делать обзоры, когда будет цветение. Зацвел, друзья, прострел. Поделилась со мной моя приятельница, хорошая знакомая, цветочница. Не раз вам снимала видео ее. Валентина Викторовна. Вот такой красавец. Но сейчас вам покажу прострел, который выращивала сама из семена. В прошлом году высаживала рассадой. Вот такие совсем маленькие две куртиночки выжили. Одна и вторая. Остальные, хотя схожесть была хорошая, но не удалось мне так много размножить. Поэтому я и рода вот этим двум растениям. Одно и второе. В этом году, я думаю, они не зацветут. Еще совсем маленькие. Не укрывала в зиму. Вот так они малюсенькие и призимовали. Как хорошо проснулись мои пионы после подкормки. Очень хорошая подкормка. Оставлю ссылочку под этим видео. Подкармливайте свои пионы, и они быстро проснутся и пойдут в рост. И порадуют вас своим пышным цветением. Вот такие пионы. Некоторые ранние уже имеют листовые пластины. Начинают вот так хорошо расти. Здесь рядышком у меня нарциссы тоже цветут. Друзья, расти немного. Все будет по мере развития и цветения. Начинаю немножко свой участок приводить в подрядок. Первое видео обязательно будет по уходу за ирисами. Потому что сейчас обязательно нужно подкормить ирисы. И видео будет, если ваши розочки почернели. Вот я одну оставила. Буду снимать в самое ближайшее время видео. Как оживить такую розу. Вот и все, друзья. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю мира, добра, здоровья. До новых встреч. До новых интересных видео. Всем пока-пока.